Так, далее пишет Александр Иванов, Рашид, привет, забухгалтирую Тинькофф, ты платишь абонентскую плату или интерфейс, кабинет позволяет разобраться самому, заранее, спасибо. На самом деле, все вот эти вот дополнительные операции, которые вы хотите внести, можно сделать и вручную самому, вот, но чтобы, например, как бы не возникло проблем в будущем, или вы могли проконсультироваться с опытным бухгалтером, который работает в Тинькофф банке, то можете дополнительный модуль купить, вот. Далее пишет Никита Чумаков, приветствую, Рашид и всех присутствующих, у меня два вопроса, нужно ли подключать ИДО, электронный документ оборудования работы СВБ, и второе, я живу в Новосибирске, у нас есть склад Вайлберс, планирую небольшую часть отгрузить на местный склад и большую часть Калейдина, чтобы разрешить географию и посмотреть, как это работает, сомнение в том, что товар до МСК будет ехать 7 дней, если я загружу в один день, товар появится быстрее, который в МСК, и не будет ли упадка продаж из-за географии, картика будет плохо ранжироваться на самом старте продаж. Так, ему тут отвечает Лаверас, для ВБ ЭДО не нужно. В данном случае Лаверас отвечает правильно, а ЭДО для Вайлберриса не применяется уже с того года, наверное, с лета, потому что до этого, да, надо было, для этого мы регистрировали, это только потом мы ОЗОН подключили, как говорится, с намерением тем, что как бы нам это пригодится в будущем, покупали контур-диадок, вот эти ЭЦП, электронно-цифровую подпись, ну, все вот эти дела делали как раз, заранее рассчитывая, что зайдем и на ЗОН, и на Вайлберрис, и на другие маркетплейсы, которые используют РИДО, но в одно время Вайлберрис взял и отказался от электронного документа оборудования, так что для этого не надо. И по поводу продаж, если вы уж так переживаете сильно, что, например, в Калейдин доедет через неделю только, а вы там в Новосибирск быстро слишком отгрузите, то отгрузите в Новосибирск помедленней, тогда, когда уже в Калейдин приедет, все просто, если так сильно переживаете. А по поводу, как будет ранжироваться, тут только алгоритмы Вайлберриса вам много могут подсказать, которые на самом деле сами решают, как вы будете показываться в топе, не в топе, но на самом деле, скажу такой небольшой секрет, да, когда карточка новая только появляется, Вайлберрис дает ей небольшой кредит доверия такой, небольшой, и он же не знает, что это за зверь такой, что это за карточка товара, что люди будут ее покупать, не будут, и благодаря этому небольшому кредиту доверия он ее подкидывает вверх и смотрит как бы результат, как люди реагируют на эту карточку, как на фотографии, как на описание, вот, таким образом как раз и работают алгоритмы ВВП. И если плашка Нью стоит какое-то время, да, там недели две, по-моему, то вам в это время и нужно работать с этой карточкой плотно, так, чтобы люди ее выкупали, ставить цену приемлемую, так, чтобы люди заказывали, чтобы они отзывы свои там старались составлять. Ну, а если вот эта плашка уже у вас исчезла, Нью, у вас период времени прошел, значит, карточка стала стандартной, а за это время у вас не было ни одной продажи, а единица отгружена штук 50, это говорит о том, что это уже проблемы на самом деле. Их нужно оперативно, срочно уже решать, распродавать, участвовать в акциях, делать скидки, я не знаю, просить там маму, родственника, там, друзей, чтобы они там, может, товар ваш заказали, может, реально он кому-то нужен. Вот так, чтобы какое-то движение по нему пошло, фотки отредактировать, описание какое-то добавить, с тегами поиграть, ну, что-то надо делать, чтобы продажи пошли. Если продаж нет, это очень плохо. Ну, а вы, Никита, если все-таки так сильно переживаете, как я уже до этого говорил, отгружайтесь после Каледина. Как увидите, что в Каледина товар отгружат, отгружайте в Новосибирск, все, и ваши догадки, значит, проверите, посмотрите, все ли пойдет в продажу, хорошо. Так, пишет Руслан Адагашев. Адагашев, добрый день, оставьте, пожалуйста, контакт по коробкам. В предыдущих видео я, кстати, по коробке уже рассказывал, пересмотрите, пожалуйста, если вам нужен контакт по коробкам с города Екатеринбург, и у вас есть возможность туда съездить или заказать оттуда, или готовы переплатить за логистику, то пишите мне в личку ВКонтакте, я вам контакт отправлю производителя этих коробок. Кстати, давайте еще добавлю, что Сергей, который занимается производством коробок в Екатеринбурге, он также занимается производством коробок из фанеры, там, из вот этих вот, забыл, как называется, ну, в общем, коробочек, там, для того, чтобы можно было голову от топора положить, или от колуна какого-то острова, ну, просто он тяжелый, металлический, острый, и чтобы до покупателя доставить, его в пакете, в коробочке не отправишь, просто так его там уронят, могут разобраться. Разбитель, еще что-то. И вот люди, оказывается, у него вот из фанеры вот эти коробочки заказывают, как пенал в школе, помните, наверное, открывается крышка сверху, туда вставляется, значит, в эту коробочку вот этот вот тяжелый острый предмет и закрывается в деревянную коробочку. Все, дальше штрихуется, клеится и отправляется клиенту. Если у вас такие товары, как бы, есть, или там, производите аналогичные товары, то вы тоже можете написать мне, я вам данные Сергея, как бы, отправлю. Так, далее пишет, заточник, я так, Рашид, ты должен радоваться только что. Так, я ему ответил, добрый день, постарался ответить на комментарий, смотрите в следующем ролике, постараюсь не пропустить. Так, он ответил, заточник, обязательно посмотрю, я все твои ролики смотрю, классный канал. Кстати, спасибо, Рашид, благодаря тебе я сделал вчера первую поставку на ВВБ, огромное спасибо. Это очень хорошо, было бы, конечно, интересно послушать ваш опыт, как вы сделали поставку, что именно сделали в следующих видео, можете под этим комментарием даже написать подробно. Мне кажется, многим будет интересно, поэтапно, просто мне интересно, взяли ли вы чек-лист и все по нему поэтапно, по шагам сделали, или самостоятельно, просто смотря на видеоролики, которые я выкладываю. Далее пишет Татьяна Бочарникова, Рашид, добрый день, покупателем ВВБ, являясь давно, решила стать поставщиком, просмотрел практически все ваши видео, спасибо вам большое. Вопрос в следующем, на товарах ВВБ обычно две этикетки, одна с артикулом, цветом и так далее, самого продавца, вторая ШК с розовой надписью Wildberries. Вот откуда эта этикетка, это тоже продавец формирует, или ВВБ уже для себя маркирует, просто если сам ВВБ, то получается они распаковывают товар и наклеивают на товар и на саму упаковку. Нелогично как-то, заранее спасибо за ответ, хорошего дня. Татьяна, смотрите, на самом деле получается, штрих-код продавца, поставщика, клеим мы сами у себя вот на складе, на каждый товар, на каждую там, я не знаю, коробку, на каждый зиплок, отправляем мы одну этикетку на одном товаре. Когда этот товар приходит на приемку на склад маркетплейса, они их пропикивают сами и клеят уже свой штрих-код поверх, они могут даже свой штрих-код наклеить на штрих-код поставщика. И вот в этот момент, получается, наш штрих-код поставщика становится недействительным. Все, он нужен был только до этой стадии. И таким образом получается, что действительным становится только один штрих-код уже с этого момента, да, когда они наклеили свой розовый. Вот этот розовый штрих-код Вайлберриса, который там маленькие цифры и 4 побольше. Вот, получается, таким образом маркетплейс свой идентификатор, получается, на наш товар наклеивает и начинает отслеживать на каждой стадии передвижения. То есть, после того, как приняли, на какой ряд поставили, на какую полку его поставили, на каждом этапе каждое движение они пропикивают, чтобы могли увидеть, куда делся этот товар. Если его заказали, на какую, значит, ленту он поехал, какой, значит, упаковщик его упаковал, далее, какая машина отвезла его, на какой склад ПВЗ. Вот, значит, если товар выкупился, значит, пикнули, все понравилось, за какой товар оплату получили. И также, если брак, какой товар брак, какая единица из, например, 100 отправок ваших, бракованная была, чтобы ее в брак убрать, вот, они знают уже по этому идентификатору, как бы, что, какой именно. Если, например, вернули товар, он возвращается на склад маркетплейса, также кладут его на полку и ждет он следующей очереди. И вот, чтобы ничего там не терялось, ну, старалось, конечно, не теряться, мы-то знаем, что как бы там все, не все уж, часть теряется. Ну, ладно, не будем об этом. В общем, чтобы знали все передвижения посылки, они клеят вот этот свой штрих-код. Из-за этого, как бы, они его иногда поверх клеят, а иногда рядом с штрих-кодом поставщика. Все просто. Я вот тут пока на вопросы отвечал, к нам Никита присоединился. Я думаю, чьи ножки там в кадре? Никита – это специалист по Озону, просто гуру. Он сейчас занимается интеграцией дополнительного модуля, в общем, к маркетплейсу Озон. Ну, так вот, Никита сел покультурнее. Никит, скажи, пожалуйста, что вот это вообще за модуль интеграции? Зачем мы денег потратили, чтобы его купить? Может, без него как бы могли обойтись? Сейчас у нас идет расчет чистой прибыли по итогу месяца. То есть мы видим все заказы, рассчитываем там, сколько у нас было продано товар, какая их себестоимость. То есть, в общем, мы видим только конечную цифру, сколько мы заработали. Сейчас, интегрировав вот это приложение, мы сможем увидеть, сколько мы чистыми зарабатываем с каждого заказа. Будет учтена логистика, магистраль там. Ну, в общем, все комиссии будут, и по каждому заказу мы будем чистыми. Ну, ты же это раньше вручную в Excel таблице делал. Ну, нельзя было так продолжить? Или все-таки хочется поспать иногда, а не только за компьютером сидеть и Excel сидеть смотреть? Помимо этого, там еще и видно, то есть, потребность можно внутри уже, по-моему, рассчитывать. Видно остатки на каждом складу. То есть мы сейчас диверсифицировали наши подстатки. Не только в Казань отправляем. Отправляем сейчас в Москву, Харубино, потом в Тверь, Новосиб, Екатеринбург. А, нет, Екатеринбург мы пока еще не отправляли. И сейчас впервые будем отправлять еще на Санкт-Петербург какие-то такие позиции самые ходовые. Все остатки, чтобы не заниматься выгрузкой, там, в Excel, это все очень долго. Это все муторно, это все занимает время. Конечно, полно таблиц, то есть там и по API выгружается все, но просто столько данных, компьютер реально зависает. Да не только, наверное, компьютер, да и сам зависаешь, когда эти 100-500 таблиц смотришь, где товар закончился, который из них приносит прибыль, стоит ли это отгружать. Да, хотим попробовать, как Никита говорит, возможно, эти вложения окупятся. Возможно, и потом подключим еще Wildberries. Возможно, да, Wildberries. Посмотрим, значит, потестируем, как это будет сказываться. Потому что, на самом деле, если артикулов там 300, 400, 500, за каждым артикулом ты не уследишь. Человеческий фактор есть, который сказывается, нам же иногда и жить надо, и спать надо. А если это будет в полуавтоматическом таком уже, даже в автоматическом режиме показывать, например, сколько товара продалось сегодня, какая была маржа, какая чистая, сколько за логистику, сколько нам ее догрузить надо. Потому что, например, в одном, значит, из систем аналитики я видел такую штуку, как упущенная прибыль называется. Вот, и она показывает. Если, например, мы не догрузили этого товара в таком-то количестве, то мы потеряли там 1100, к примеру, да. А этот модуль, возможно, он поможет нам не упускать такую прибыль и догружать вовремя там на этот склад, на этот склад, чтобы ранжирование еще лучше было. Так что будем пробовать вот этот вот новый модуль, сначала на Marketplace и Ozone хотя бы, а потом уже посмотрим, может, и на Marketplace Wildberries подключим. Ну, а пока не подключили, будем делать все на Marketplace и Wildberries вручную, скачивать, анализировать и думать головой. Пишет хейтер 228. Вопрос одни и те же задает, вы хоть прошлые ролики смотрите, блин. Видимо, у него никнейм, не зря хейтер написано, но совет, в принципе, дельный, мне кажется, потому что для того, чтобы задать свой вопрос, как бы вы лучше предыдущие ролики на самом деле посмотрите. Мне кажется, там уже много ответов постарался выдать и может даже найдете для себя что-то, а если уж точно не найдете, посмотрев все ролики, то тогда пишите. Ну, ладно, ладно, если вопросы есть, а лень смотреть предыдущие видео, но вы хотите задать его, то задавайте, я постараюсь ответить, я же не хейтер 228. Так, далее пишет Руслан Игрик, привет, услугами каких банков пользуюсь, почему выбрал именно эти банки? Об этом в предыдущих роликах я тоже на самом деле рассказывал. Вы перемотайте назад чуть-чуть, пожалуйста, на предыдущие видео и посмотрите, там прям разжевано детально, я об этом рассказывал. Далее Ильдар из Могилов пишет, подскажите, с какой суммы вышли на ВБ? На самом деле на маркетплейсы вышли, ну, тогда не сильно считали, потому что это было как доп до направления, которое так правая пятка и левая ноги делали, потому что у нас товара на складе с товарного направления было на самом деле дофига. Там всякие шланги, их с хозой, там еще какие-то вещи, перчатки, там может какие-то тоже такие садово-огородные вещи. Просто то, что было, разместили, а считать математику уже начали чуть-чуть попозже, когда уже увидели, что заказы пошли, тогда и начали. Ну, а вначале вкладывали, ну, небольшие суммы, тысяч, наверное, 25-30 на закупы, все, потом уже что приходило, заново вкладывали. И попутно загружали новые товары, вкладывая дополнительный бюджет. Просто у нас бюджет с товарного направления же прихотел, вот, но мы его в развитие нового вкладывали. Но чем больше, на самом деле, есть у вас денег в запасе, тем лучше. Но вкладывать их надо не сразу залпом в один товар и бац, он там выстрелит и будет продаваться, да, а диверсифицировать. Ну, то есть разделять, например, вот этого товара закупить, вот этого, вот этого. Но сейчас этот принцип, кстати, когда покупаешь 10 товаров по 5 единиц и отгружаешь на тест, да, он уже перестает действовать, на самом деле. Потому что алгоритм маркетплейса уже старается не давать трафика таким поставщикам, потому что им выгоднее дать трафик тем, у кого в наличии в остатках 30, например, единиц или 50, а лучше 1000 единиц, да. А не так, чтобы у вас там 2-3 единицы в остатках было. Вот из-за этого принципа сейчас мы тоже стратегию чуть-чуть меняем тестирование и закупаем, например, не 10 товаров по 5 штук, а, например, наоборот, там 3-4 товара уже по 15-20 единиц. Но уже детальнее проанализировав какие-то моменты, там, у поставщиков, там, например, у конкурентов, через сервисы аналитики, как продажи тех или иных товаров идут. И лишь после таких моментов вы можете взять деньги и закупить на тест товара. А не так, с бухты-барахты, там, посмотрели быстренько, полистали, о-о, вот это, вот это там закупил, по 2-3 штуки отгрузил и думаешь, так, где мои продажи? Ну, так вот, если даже ваши продажи будут, продадутся 2-3 штуки, то вы рейтинг доверия потеряете, и ваша карточка улетит вниз. И если вы загрузите опять, там, 10-15 единиц товара на эту же самую карточку, то рейтинг доверия Marketplace вам вряд ли его вернет, если даже начнет возвращать. То по чуть-чуть, только по чуть-чуть, так что старайтесь теперь тоже придерживаться такой стратегии. Пишет профессор, привет, Рашид, интересно было бы услышать плюсы в работе, если бы ты жил в Москве, или, по сути, то же самое. В общем, зайдите, пожалуйста, в мои видео, перемотайте назад и найдите вот эти вот 4 видео «Южные ворота» и поставщики «Тяг Москва», поставщики, «Садовод», «Садовод». Вот, в каком-то из них мы с Фаридом как раз-таки рассказывали про плюсы и минусы, если бы мы жили в Москве, и стоит ли переезжать в большой город для того, чтобы запускать свои продажи. Там тоже советы, рекомендации по этому поводу давали, но на самом деле это очень удобно, если вы, например, там работаете в Москве, живете в Москве, да, и можете закупаться сразу. Нужный товар закупили, отвезли, закупили, отвезли, и это просто сокращает срок доставки, срок логистики. А по факту мы, например, работаем удаленно из Казани, и в Москву, в Подольск отгружаемся и так далее. Это просто нам затягивает сроки логистики, потому что нам товар из Москвы должен прийти в Казань, мы его должны посмотреть по качеству, как вообще хорошо или хорошо, проверить, потом наклеить этикетки, упаковать обратно и отправить, опять-таки, в Подольск, в Каледино, там, в другие, в Твери, в другие города, в общем, чтобы там приняли наши товары. Все, в логистику чисто упирается. Ну, а так, в целом, у нас тут склад в Казани есть, ну, на самом деле, со совоклада Казани, кажется, продаж немного, чуть меньше в последнее время начала. Статистику смотрел, раньше, месяца три назад, примерно одинаково было, что с Каледино, что с Казани, но с Казани сейчас как-то поубавили заказы, на самом деле. Не знаю, может, это только у нас, может, у кого-то из Казани тоже очень хорошо продается, потому что я вот в систему аналитики заходил, смотрел там топы продаж, там, вешалки какие-то, да, и посмотрел, что весь товар лежит на складе в Казани, но товар в топе. В общем, если вы живете в Москве, то это будет небольшим вам преимуществом, чем если бы вы жили, например, там, в каком-то другом городе, в отдаленности. Но все равно, как говорится, мы же не дерево, при желании, кто хочет, может переехать на какое-то время, наладить контакты с поставщиками, так, чтобы все это оперативно могли решать. Также сейчас же уже 100-500 фулфилмент сервисов, которые за вас все упакуют, аж стрихкодируют, сделают. Но это, конечно, подороже будет, чем, например, самим на своем складе это все делать. Но если пока у вас небольшие продажи и тестируете вот это вот все дело, то фулфилмент, думаю, в принципе, нормально. Но когда уже пойдут объемы побольше, тогда уже выгоднее будет на своем складе это все делать, потому что там каждый рубль, каждый там 2 рубля с одной единицы проданного товара, это на объеме сказывается на самом деле. Ну, в общем, эти видео посмотрите, пожалуйста, да, и там, ну, узнаете, плюсы жить в Москве, стоит, не стоит. Но если есть возможность, конечно, то на какое-то время, как я уже говорил, можете переехать. Да, кстати, там 8 месяцев братишка мой переезжал туда, в Москву, в 2018 году. Это когда в товарном направлении, чтобы наладить, опять-таки, то же самое контакты с поставщиками, там, хотел окружение себе там побольше найти, там, миллионеров, там, в Москва-сити, которые живут в БМ, что ли, там, пройти лично у всяких ребят, да. Вот чисто для этого переезжал. Ну, и чисто, как бы, сменить обстановку, атмосферу, но все равно в итоге, по итогу, через какое-то время вернуться в Казань, 8 месяцев там пожил, но это было, в принципе, не зря. Потому что до его отъезда в Москву, ну, с поставщиками работали как-то, этот, не сильно плотно. А после того, как уже там подружился, пообщался, наладил контакты, связи и так далее, плотнее начали работать, отгрузить, если что-то надо, там, смс-ку отправил, все, там, через день-два этот товар уже в Казани. И до сих пор, как бы, так и возим. В общем, плюсы, если вы живете в Москве и находятся у вас рынки где-нибудь под боком, есть плюсов очень много на самом деле. А если вы живете в удаленных где-то, то это тоже не проблема, это можно исправить. Все упирается просто в желание. А я думаю, желаний у вас много. Расти, работать, развиваться и зарабатывать. Ну, думаю, пора закругляться. Надеюсь, вам данное видео понравилось. Если понравилось, не забудьте лайк поставить, на колокольчик нажать. Ну, в общем, все как обычно. Если вопрос в голове какой-то возник, задавайте ниже в комментариях уже под этим видео. Ну, а пока как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.